Короли безответственности Экономия за счет жизней Кто поставил на грань выживания медицинские клиники с мировым именем? И кто теперь спасет их пациентов? Подробности недели в эфире. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Начинаем с числа, в котором, как в зеркале, отражаются почти все новости этой недели из нашей страны. Украина на 131 месте в рейтинге восприятия коррупции, который составляет Transparency International. Казалось бы, у нас нет недостатка в антикоррупционных органах. Хватает и новостей о борьбе с этим злом. Чуть ли не каждый день задерживают все новых и новых коррупционеров. И, тем не менее, Украина соседствует с такими странами, как Россия, Иран и Непал. Конечно, есть государства и по коррумпированию. Но в этом рейтинге еще через 47 позиций. И там уже такие страны, как Сомали и Южный Судан. Но до самых некоррумпированных, таких как Дания, Канада или Германия, нам, понятно, намного дольше. Причем рецепт, как сделать Украину менее коррумпированной, вполне ясен. Но вот действий-то почти нет. Даже реальные проверки электронных деклараций политиков до сих пор не начались. Вы помните всех этих королей наличности, о которых столько говорили в прошлом году? Так вот, теперь они короли безответственности. Почему электронные декларации не проверяют и не получится ли так, что все богатства, которые наши ВИПы показали в декларациях, теперь будут просто узаконены, разбиралась Павлина Василенко. В ноябре украинцы просто ахнули от задекларированной горной речки под матрацами дорогущих авто и хоромов украинских топ-политиков и госчиновников. Общество вскоре ожидало узнать, а законно ли все это нажитое непосильным трудом. И последует ли наказание за коррупционные преступления. Но власть имущие могут и дальше быть спокойны за своими высокими заборами, потому что проверка их электронных деклараций зашла в тупик. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подает в Минюст уже третий по счету документ, чтобы нормативно закрепить четкие сроки проверки деклараций. Но все без ответа. Поэтому в НАПК к проверке высокопоставленных миллионеров даже не приступали. Это начнется после принятия полного порядка про полную проверку. Поэтому я закликаю. На ЗК необходимы, конченые, необходимы порядки. И про мониторные способа жизни, и про полную проверку. И мы готовы идти на співпрацю, на компромиссы с Министерством инвестиций. Первую волну, а это больше 100 тысяч декларантов, нужно проверить полностью. Успеет ли до конца года большой вопрос? А тем временем накатывает вторая волна декларирования, в которой ожидают до 2 миллионов документов. На самом деле, сотрудники сидят и проверяют декларацию. Питание, что эти проверки сейчас никуда не подашь. Это просто маразм государственного управления в Украине, когда фактически 2 структуры, которые держатся за наши с вами податки, не могут дойти спільной сгоды. А проверять есть что и есть кого. Ведь вспомните только, что декларировали украинские топы и ВИПы, нардепы, суди и прокуроры. Вот парламентские короли Кэша, Вячеслав Константиновский и братья Дубневичи, Богдан и Ярослав. У них буквально горы налички. Экс-комбат Айдара Сергей Мельничук писал аж триллион гривен, но позже признался, пошутил. Не триллион у него, а всего-то каких-то несчастных 10 миллионов. Но титул парламентского короля декларации, бесспорно, у народного фронтовика Игоря Катвицкого, это самый богатый слуга бедного народа. У него за душой почти 2 миллиарда гривен. Откуда все нажитое непосильным трудом? Вопрос пока без ответа. Из более 100 тысяч декларантов, генпрокуратура взялась только за 29 остосумов. Один из этого списка – Олесь Довгий. Бывшему заму киевского мэра Черновецкого есть чем похвастаться. Довгий, судя по декларации, удачно решил жилищный вопрос. А взавелся сразу двумя квартирами и даже нежилым помещением. И полюбил искусство. У депутата 95 картин, 10 статуй и одна скульптура «Женщина на колесах». Довгий тоже на колесах. Прикупил себе «Лексус». На руках у депутата полтора миллиона долларов и почти 2 миллиона гривен. А начиналось все в 90-е. Тогда юный Олесь и заработал свой первый миллион. Олесь Довгий задекларировал активов на 55 миллионов гривен. В ГПУ ГФС подозревают, что депутат официально заработал только 12 миллионов. Так ли это, сам Довгий комментировать нам отказался. Кроме него, в списке депутатов, которых проверит фискальная служба, Борислав Розенблат. Тот говорит, скрывать ему нечего. Я обеспеченный человек, потому что я работал до 2014 года практически 20 лет в бизнесе. Те вопросы, которые будут мне задавать, я готов на них всех отвечать. А его генпрокуратура проверяет по другому делу. О использовании служебного положения и влиянии на решение судей. Судья Артур Емельянов, один из богатейших украинских служителей Фемиды. При этом говорит, все деньги заслуга бывшей жены. И к проверкам готов. Все, что связано было с бизнесом, я ставил. После этого бизнесом занималась только жена. Это успешный предприниматель. Когда мы развелись, мы договорились, что определенный процент прибыли, который она будет получать в будущем, или в тот промежуток времени, когда она его уже получила, она будет передавать мне. Параллельно с генпрокуратурой декларациями занимается и НАБУ. Проверяют тех, на кого поступили заявления. Завели уже 25 дел. Из них 14 против судей, 6 против нардепов. Признают, расследования шли бы быстрее, если бы детективы имели полный доступ к декларациям. Без этого полного доступа мы можем видеть те же, что видят все журналисты или обычные граждане. Процесс информационно-аналитической работы на основе заяв о проверке деклараций у некоторых людей, он сейчас занимает больше времени, чем их бы занимать. Нет ни нормального механизма проверки деклараций, ни четкого распределения органов. Вы помните, сколько было на этот счет разговоров про то, что принимая закон, нет механизма, ни проверки деклараций, повторяю, нет ни аналитических данных, нет ни анализа, ничего. Даже если в ближайшее время НАПК и Минюст утвердят порядок проверки деклараций, то сделать это быстро все равно нереально. Дело в том, что у НАПК есть доступ не ко всем базам и нет компьютерного обеспечения. Вот и выходит, что коррупционеры могут спать спокойно на матрасах, набитых наличкой. В Кабмине создана рабочая группа, которая определит правила проверки. В НАПК говорят, на одну декларацию им нужно 180 дней с правом продления этого срока. И вполне возможно, что неторопливая война с коррупцией растянется на годы. Павлина Василенко, Владимир Самченко, Никита Исайко и Игорь Сулей. Подробности недели. Телеканал Интер. С коррупционным душком и главный скандал этой недели. Чиновники не могут поделить Укрзалезныцю. Кабмин забрал управление компании у Министерства инфраструктуры. Министр Владимир Амелян, понятное дело, против. Говорит, что это выгодно только тем, кто зарабатывает на финансовых потоках в компании. Войцах Болчун, нынешний руководитель Укрзалезныця, отвечает, что решение принято как раз для того, чтобы на потоках не зарабатывали. При этом Болчуна поддерживает премьер Амеляна Партия, по квоте которой он и получил свое кресло. Народный фронт. В общем, ситуация такая, что без антикоррупционного бюро не разберешься. Но оно в схватку пока не вступает. Елена Зорина выясняла, что на самом деле происходит на украинских железных дорогах. И кто должен отвечать за проблемы отрасли. Самый громкий скандал в истории этого правительства в присутствии десятков журналистов и премьера. Публичная ссора и взаимные обвинения. Я сюда приехал, чтобы работать по тем стандартам, к которым я привык. Это не компания с ворудованием велосипедей. Что не поделили между собой министр инфраструктуры и глава Укрзалезныцей? Полномочия или финансовые потоки? Мы провели более 70 служебных проверок. Материалы направили в правоохранительные органы. Сумма убытков от коррупционных действий оценивается более чем в миллиард гривен. Вантажные перевезения впали. По кадровых призначениях, ну скажем, они шаленые. Это не реформаторские достижения. Это увеличение тарифа. Встречают коррупционные действия на 1 миллиард гривен в 2016 году. Это где? Кто эти люди? Разборки заканчиваются переподчинением Укрзалезныцы. Вместо Мининфраструктуры, Кабмину и обещаниями в очередной раз увеличить тарифы на проезд. Уже с апреля. Вот только качество услуг почему-то не повышают. Как всегда, холодный, без стекла, еще что-нибудь. Вот, стежок боя. Это центральный ЖД вокзал в Киеве. Тут Валентина, как и тысячи других пассажиров, гадает, в каком же поезде ей придется ехать. О вагонах пассажиры не только страшилки рассказывают, но и в интернете прославляют. Всем ли так везет, решаем проверить и мы. Большой билет по 100 гривен практически столько же обойдется поездка на автобусе. Что же за эти деньги нам предложат в поезде? Вот прямо сейчас и увидим. Плацкартный в поезде Киев Николаев забит. Володя в таком вагоне едет впервые. Куда тут вешать кофты, я не знаю. И все. Сюда, тут люди будут снять. Возвращается домой. На билете сэкономил 100 гривен, но эксперимент называют экстремальным. Уже 2017 год, во дворе мы еще ездим в Садебовских вагонах старых, хотя постоянно идет рост цен на проезд. Вы почувствовали вот эти изменения лучше? Я прям почувствовал. Сейчас еду, видите, мне так жарко. Все, я их чувствую. Этот вагон проводник называет обновленным. Окна не деревянные, а пластиковые. За окном мороз, а здесь даже жарко. Постель не сырая, а в санузлах чисто. Тут должно быть мыло. Мыло. 11 вечера. Время для сна. И пока все засыпают, пойдем исследовать поезд. В тамбуре тепло заканчивается. И что, это снег? Нет, это пена. Позаботились о пассажирах, чтобы не холодно было. Должны наделали, чтобы не задувало, но все равно задувает. Монтажная пена на дверях не единственная ноу-хау обновленных вагонов. Урна на огнетушителе. Наверное, новое веяние такое. Теперь нужно говорить тихо. Это еще один пластиковый вагон. И пробираться аккуратно, потому что тут ноги-руки. Все спят. Да и вагон вагону рознь. Ой, еще чуть-чуть и развалится. Вот такие вагоны. Зато фирмовый. А это уже снег. Вот откуда фотографии с интернета. Елена Михайловна частный предприниматель. И постоянный пассажир этого поезда. Видела здесь многое, признается в темноте. Чистая постель – это и ее заслуга. Она, как и многие другие, засыпала у крызалезницы жалобами. Едет в плацкартном, потому что не решена еще одна проблема. Вот в купе реально, если тебе попадется без вентилятора, нужно просто задохнуться. Я просто была пару раз свидетелем, когда люди падали в обморок. Постель или вентиляция – это лишь часть того, на чем экономят и зарабатывают. Укрзалезницы – это одна из самых больших компаний в Украине с доходом около 60 миллиардов гривен. Начиная от больших тендеров, мы видим, что происходит с покупками палива. И заканчивая целым рядом номенклатуры, очень маленьких вещей, которые мы с вами вообще не понимаем, кого-нибудь, запчастины для локомотива или еще чего-то. Каждый новый топ-менеджер обещает улучшения, но часто все заканчивается очередным коррупционным скандалом. Осень 2014-го – сумки с гривнями и полмиллиона долларов в ванной – это обыски у тогда замглавы предприятия Максима Бланка. Да никто не дурится. Чтобы уж точно не дурили, в апреле прошлого года у предприятия появляется руководитель «Иностранец». Прошел почти год, а его кардинальных реформ эксперты ждут до сих пор. Мы точно статах у из мистера Балча. Чи он не рок-музыкант, чи не топ-менеджер. Кто контролирует «Укрзалезницу», тот и контролирует экономику основных предприятий. Польская команда пытается договориться с определенными олигархическими группами. При этом пытается учесть еще и свой интерес. После скандала в Кабмине министр инфраструктуры пообещал очередные кадровые изменения в «Укрзалезнице». Но в отставку польского топ-менеджера эксперты верят неохотно. Больше в то, что эта история может расшатать кресло под министром Амеляном. Но и его уход маловероятен. Скорее, эта история бьет по полномочиям. Амелян чувствует, что он в этом Кабмине становится пятым колесом в телеге. Если, например, Амелян, который формально назначен по квоте Народного фронта, будет отставлен со своей должности, то, например, Народный фронт может поднимать вопрос, например, о том, чтобы предлагать своего человека. Впрочем, до этих дрязг пассажирам поезда Киев-Николаев особо дела нет. Они там себе поделят кусок пирога. Ничего не поменяется. Елена Зорина, Богдан Вербинский, Марьяна Бурякова, Василий Миновщуков и Евгений Каминский. Подробности недели телеканал Интер. Что же дальше будет в Сокрозалезнице и почему Министерство инфраструктуры вдруг стало таким скандальным? Тема для разговора с Евгением Кравцовым. Первым замминистра. Он на студии в гостях. Здравствуйте, Евгений. Вы, кстати, замминистра, возможно, сегодня последний день. Чем-то вы стали не устраивать тоже господина Амеляна. Он уже завтра планировал, по крайней мере, на этой неделе обещал подать в кабин представление о вашей отставке. Вы-то чем не угодили? И вообще, что творится в министерстве? Почему такая череда громких скандалов? Добрый день. Ну, в отношении моей отставки вопрос далеко не решен. Подание на назначение увольнения первого заместителя министра подается премьер-министром Украины. Насколько мне известно, сегодняшний день таких документов нет. Пока такого документа нет. Что творится в министерстве? Ну, на сегодняшний день у нас действительно есть напряженная ситуация, связанная с Укрзалезныцей. Последняя неделя была действительно достаточно сложная. Было много различных обсуждений. На мой взгляд, слишком много эмоций. Здесь вопрос достаточно технического толка. Его надо рассматривать именно с этой точки зрения. Я бы не сказал, что это эмоции. Все-таки, Евгений, извините, прозвучали громкие обвинения. Министр Амелян говорит, называет цифру 50 миллиардов гривен, которая якобы именно такой ущерб Укрзалезныца нанесла экономике Украины. Прокомментируйте эту цифру. Достаточно сложно, потому что цифра является действительно большой. Можно сказать, что оборот самой Укрзалезницы составляет 60-70 миллиардов гривен в год. Ущерб 50 миллиардов достаточно крупный для такого оборота одной компании. Я правильно понимаю, что министр немного, скажем так, преувеличил? Мне просто неизвестны подобного рода цифры. Ну, а слова Амеляна о том, что Укрзалезныца у министерства отобрали для того, чтобы именно сохранить старые договорники и схемы, с которыми обещали бороться? Тоже громкое обвинение. В отношении отбора Укрзалезницы, в принципе, можно отследить динамику наших выступлений в министерстве и позиции министерства по этому поводу. Еще год назад созданием акционерного общества Укрзалезница перешла под контроль кабинета министров. Прямой контроль. На сегодняшний день речь идет о технической процедуре подачи документов на рассмотрение в кабинете министров. Министерство инфраструктуры самостоятельно на сегодняшний день не руководит Укрзалезницей. Поэтому такой высокий градус конфликта и обсуждений по этому поводу тоже до конца не понять. Евгений, вы в этой истории вообще должны разбираться лучше всех, наверное, в этой стране, потому что вы не только являетесь замом Амеляна, вы еще и глава НАП-совета самой Укрзалезницы. В этом конфликте между Болчуном и Амеляном вы на чьей стороне? Вы знаете, я скажу даже более того, год назад, когда образовывалось акционерное общество и проходила корпоратизация, я был именно тем человеком, который отвечал за этот процесс и успешно его завершил. Поэтому о корпоративной реформе Укрзалезницы и о структуре его управления мне известно действительно больше всех в Украине, так как я отвечал и за устав Укрзалезницы в том числе. Очень дипломатично вы уходите от ответа, вы все-таки на честь стороне. В этой ситуации я на стороне НАП-совета. На стороне НАП-совета и Укрзалезницы. Хорошо, тогда к вам вопрос, как главе НАП-совета именно Укрзалезницы. И замечания экспертов и претензии пассажиров, которые вы только что слышали в сюжете. Почему цены растут, услуги лучше не остановятся? Вы знаете, вот именно об этом вопросе нам необходимо и говорить, и на эти вопросы необходимо давать ответы, потому что они являются ключевыми. Вопрос в отношении того, кто является органом, который подает документы на утверждение в Кабинет Министра, в отношении Укрзалезницы, они вторичные. Первичный это вопрос сервиса, первичный это вопрос эффективности компании и того, как она работает. За этот год мы ставили много амбициозных целей и планов для менеджмента компании. Далеко не все из них выполнены, это факты. Мы это признавали неоднократно и говорили об этом. Я как глава наблюдательного совета неоднократно обращался к менеджменту компании в отношении того, что необходимо улучшить работу по целому ряду направлений. В то же время, надо откровенно сказать, ситуация в 2016 году значительно лучше, чем была в 2015 году. И если сравнивать ситуацию, которая была у Укрзалезницы в 2015 году, когда массово отменялись пассажирские поезда, когда не хватало банально средств для того, чтобы обеспечивать закупки дизеля, для того, чтобы поезда курсировали, в 2016 году мы таких проблем не имели. В 2016 году мы имеем вопрос в отношении эффективности, в отношении того, насколько эффективно мы провели ремонты, в отношении того, какой уровень сервиса в компании. Я этому откровенно рад. Мое пожелание вам от всех украинцев, как главе НАПС-совета, все-таки сервис улучшайте, пожалуйста, потому что мы все это вынуждены терпеть. И последний вопрос, все-таки вернусь к конфликту между Министерством и Укрзалезницей. Чем он может закончиться? Вам не кажется, что кому-то пора уйти в отставку? Кто первый не выдержит? Ну, вот на мой взгляд, как раз никому не надо уходить в отставку, а надо систи работать. Вы верите в тандем, который возможен после таких громких заявлений? Я уверен, что необходимо найти точку взаимной работы и работать на благо компании, на благо Украины. Вот это то, что необходимо сделать всем участникам процесса. Спасибо. Евгений Кравцов, первый заместитель министра инфраструктуры Украины, был нашим гостем. Спасибо вам за ответы. Мы с вами продолжим. Еще одно, что всегда обязательно сопровождает то ли реформы, то ли неразбериху в управлении государством, это рост цен. В нынешнем году билеты на поезд станут дороже. Новые цены в планах и у министерства инфраструктуры, и у войсок оболчина. Так что, чем бы ни закончился конфликт между ними, все равно придется нам с вами платить больше. Но и это еще не все. В этом году цены могут вырасти буквально на все. Даже Нацбанку пришлось повысить официальный прогноз инфляции с 8% до 9,1%. Что подорожает в этом году? Неприятный прогноз в нашей справке. Новый месяц, новые цены. С февраля украинцев ждет волна подорожаний. И так уже через несколько дней примут тарифы. Плюс 20% на газ и электроэнергию от 1 до 3% для предприятий. Что это означает для простых граждан? Им снова стоит готовиться к ценовым ударам. Начнется цепная реакция. Ведь цены на газ для промышленности и населения по решению Кабмина должны быть на одном уровне. Возможно повышение билетов в электротранспорте, в метро, трамваях, троллейбусах и поездах. А подорожание газа для предприятий закончится и ростом цен на товары. Ведь себестоимость продукции вырастет. В нее будут закладывать и подорожавшую электроэнергию, и подорожавший газ. Кроме того, на этой неделе Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам повысила цены на холодную воду для потребителей. Теперь куб будет стоить от 11 до 12,5 гривен. Точная цена зависит от компании-поставщика. Вот только когда именно люди получат платежки с новыми цифрами, еще неизвестно. Но точно в этом году. А уже за март людям придется больше платить за свет. Электроэнергия дорожает почти на 30%. Не останутся на прежнем уровне и цены на продукты. Только в прошлом году подорожание составило более чем 13%. Прогнозы на этот неоптимистичны. Но самое опасное, это все-таки рост тарифов. Если вслед за новой ценой на газ для предприятий ведут еще и новую цену на газ для населения, вырастут даже те космические суммы в платежках, которые украинцы получили этой зимой. Есть ли предел для роста коммунальных расценок? Этот вопрос мы задали Юлии Тимошенко. Все-таки она из тех политиков, с которыми и ассоциируется борьба против новых тарифов. Вот что она нам ответила. Насправді, может, немає. Підвищение тарифов на все. На воду, на газ, на тепло. В том числе и зараз на перевезение Укрзалізницею. Вони всі повязані з тим, що на цьому заробляють великі клани. И вони не зупиняться в підвищенні вам тарифів. Я могу навести для прикладу тільки дві цифри. Перше. Прибуток абсолютно штучно створеного НАК «Нафтогазу» за рахунок тарифів, які ви платите, збільшився в цьому році, який пройшов 110 разів. І вони зараз всі разом, я маю на увазі керівники держави, разом з кланами збираються і аналізують, як їм корупційно ці гроші, які у вас забрали, між собою розподілити. А друга цифра. У мене в руках додаткова угода до договору з керівником НАК «Нафтогазу» Кобелєвим, який і підняв вам ці тарифи разом з Гройсманом, з Яценюком, з Кабінетом міністрів, з ННК РЄКП. Так от тепер, згідно цього додатку до договору, його заробітна плата буде складати 2 мільйона гривень в місяць. В той час, коли люди взагалі припинили вже жити. І це не зупиниться. Не зупиниться тому, що ця влада вважає, що вона допрацьовує останній час. І вони намагаються цей час використати для того, щоб грабуючи вас, щоби, принижуючи вас економічно, просто заробити собі на так звану політичну пенсію. І тому нам не можна давати їм цього часу. Нам не можна давати їм шансу так безпрецедентно залазити вам до кишенів. Сьогодні газ українського видобутку вам продають за 285 доларів за тисячу кубічних метрів. Дорожче, ніж можна було б купувати напряму імпортований газ. А зрозуміло, що ми провели розрахунки. Собівартість природнього газу коштує 18 доларів за тисячу кубічних метрів замість 285. Але з транспортуванням, з 30% прибутком, з розвитком, з податками з усім на світі, газ мусить коштувати 85-90, ну до 100 доларів за тисячу кубічних метрів. Це означає майже в три рази нижче. І я можу твердо сказати, що якщо цю корумповану, вчетпродажну владу негайно прибрати, то перший крок, який зробить будь-яка чесна і віддана вам влада, це мінімум в три рази зниження ціни на український природній газ для українців, для громадян України. Ну а тепер к рубрике о легкій і красивій житті. Депутаты Верховной Рады віддіхали і на цій неді. Крайній мере, більшінство. Офіційно ця неділя у них називається «Неделя роботи з избирателями». По факту, це ще 7 днів, які можна потратити на командировки, бізнес і курорты. А законопроекты, навіть неотложні, можуть ще полежати де-то в парламенті. На цьому фоні і на іронію сил не хватає, коли слышиш новість о тому, що ще один депутат з парламентської коаліції. Юрий Бублик, оказавшийся тепер в рядах внефракційних депутатів, говорить, що покинуть коаліцію можуть ще около 10 нардепів. Але парламенту, наверное, не помешається і це. Действічно, работають там буквально единиці. Убедилась в цьому наша Елена Митясова. Приходить, коли вздумається, работать без напряга, всього 10 днів в місяць. Ще прогуливать, дебоширить, играть на гаджетах. І все це без послідствий. Не робота, а мечта. Народні депутати, не успев вийти з рождественських каникул, знову ушли на отдых. Две недели, ніяких пленарних засідань, парламентських комітетів і обязательних встреч з избирателями. Да, і в офіціально робочі дні нардепи не слишком себя нагружають роботой. Якщо б за прогули портрети народних избранників вешали на доску позора, там б точно не було свободних міст. І так, звання главного антиударника парламентського трудового движення достається комбату Андрею Белецкому. В 2016-м он не посетил ни одного пленарного засідання і не проголосував ні за один законопроект. Второе место заслуженого прогульщика у народного артиста і депутата Михайла Поплавського. Попаючий нардеп зажигав на європейській сцені чаще, чем жал на кнопки в українському парламенті. Прогулял 2326 голосувань. Считані рази в Раді видели і Валерія Пісарєнка, Вячеслава Богуслаєва. І цей список неуловимих слуг народу можна продовжити. В цьому є пряма провина і виборців також. Не треба вибирати лодерів. Не треба вибирати таких депутатів, які не будуть ходити на роботу. Коли, вибачте, ми маємо таку ситуацію, що виборці часто голосують за гречку, а потім 5 років не згадують, чим займається цей депутат, то він почувається абсолютно безконтрольно. А якщо і з'явився на робочем місці, вважає, що для віддіха. Любимі електронні грушки, розговори по телефону, поругався, подрался, надоело, ушел. І так із года в год. На 5-й сесії Порубий предлагал увеличити количество сесонних недель з 2 до 3. Эта іниціатива не получила своєго распространення, не нашла поддержки. І, скажімо так, отложили ее, хоча под цим видом увеличення, вроде как, своєї роботи под куполом хотіли нам показати так называємому парламентську реформу. Понятно, що реформування це назвати не можна. Похоже, работать народним избранникам мешається ще банальна лень. Вот посмотрите на їх бурну деятельність в январі. Якщо у бюджетника 20 рабочих дней, у нардепів тільки 4. Последній день перед закритием сесії вовсе сорвали. Не нашлось для роботи нужних 226 голосів. Спікер трижди пытался собрать форум, но тщетно. Засідання закрили, так і не відкрив. Це ганебна ситуація, я вам чесно скажу. І мені відверто дуже образливо, через те, що ми не тільки по четвергам інколи бачимо таку ситуацію. Середа, це фактично, так, дуже рідко ми бачимо повний зал людей. В п'ятницю взагалі ходять одні і ті самі депутати, ми вже в обличчі один одного знаємо. Где весь январь були депутати? Вначале віддіхали вместе со всей страною, потім немного раз'їжджали. Одні в Довоз, другие в Фасе, а треті на інаугурацію американського президента. Але це тільки сотня. Остальні 323 избранника. Що робили? У депутатів, як самі вони утверждають, куйма непубличной роботи. К примеру, в комітетах. Тільки труженики з мандатами своєю неявкою даже важні засідання комітетів срывали. Але якщо у депутатів-списочників об'язанностей на одну менше, то мажоритарщики об'язані работать на округах со своїми избирателями. Для цього якраз і відведені уходящі дні января. Єдем в прийомну на рдепа Юрия Левченко в Києві. Вот і проверимо, плодотворна ли йдет работа в округах. Скажіть прийомну депутата Левченко. С той сторони. С той? Там виски є? С торця в округу вдома тако вийдеть. А ви бачили його? Ні, не бачили. А вот і заветна двір. Ну, увы, она закрита, неприйомний день. Записатися можна, разве що по телефону. Я хочу записатися на прийом до нардепа Левченка Юрия Володимировича. А в які дні він приймає, скажіть, будь ласка. Ну, дивіться, він приймає за попереднім записом. У мене змога. Праїмання наше працює вівторок-четвер. А черга велика, ви кажете, чи ні? Ну, досить таки велика. А це Яваровський район у Львовській області. Благодаря містним жителям, Владимир Поросюк сел в удобне депутатське кресло. Щоби найти його прийомну, пришлось побродити по коридорам райадміністрації. А скажіть, будь ласка, де тут приймали Поросюка? А часто це не виходить? Я не знаю. Ну, що ніколи не бачили? Бачили кого-нибудь? Похоже, в своїй округі Поросюк птиця редко. І на телеканалах він п'являється чаще. Сьогодні на зустрічі. А в залі цьому приміщені тварин часу? Ну. Приходить? Так. Куди? Кожен день. Вот і виходить, нардеп вроде б єсть і вроде б нет. Кстати, попытки приструнить народних депутатів і заставити їх работать були. В ноябрі 2016-го в Раду внесли предложення прогульщикам наказывати гривній. Але поки це тільки в планах. Документ пилиться в комітетах. Да і самі політики не вірять в його дійсвенность. Говорят, прививати любовь к труду нардепам потрібно з допомогою веника. Ті депутати, які прогулюють там три засідання підряд умовно, нехай йдуть і працюють, публічно виконують якісь там громадські роботи. Чому ні? Беруть в руки війник, йдуть прибирати умовно підвір'я. Це змусить їх відповідати за їхню бездіяльність. А пока контроля нет под куполом, вряд ли что-то изменяться. Українці будуть лицезреть, як избранні імі лентяї проваливають законы, ругаються і деруться, списывая безделья на комітеты і избирателей. І перетруждаться не собираються. Свидетельства тому 44 пленарних дня, запланированных на следующий полгода. Елена Митясова, Галина Якушко, Сергей Коваль, Юрий Голубинко і Павел Лысенко. Подробності недели. Телеканал «Интер». Впрочем, рано или поздно депутатам все же придется проявити хоч какую-то активність, ну, хотя бы в ответ на требования, которые к Україні выдвигають на Западі. На этой неделе парламентская ассамблея Совета Европы приняла очередную резолюцию по Україні. И пункты там такие, что даже наша делегация разделилась. Одни говорят о зраде, другие трубят о победе. Что на самом деле зафиксировано в документе, знает наш европейский корреспондент Алексей Пшимыцкий, он с нами на связи. Леша, приветствую. Так скажи, какие требования ПАСЕ должна теперь выполнить Украина? Алексей, я отмечу, что резолюция ПАСЕ для Украины, ну и как в целом для любого другого государства, ассамблеи Совета Европы, это своего рода экзамен. Ну и вот однозначно сказать, какую Украина получила оценку, достаточно сложно, поскольку документ содержит немало критики. Отмечу, что в первую очередь, конечно же, речь идет о неудовлетворительной борьбе с коррупцией и о низких темпах проведения реформ в Украине. И как написано в резолюции, что ситуация на востоке Украины, ну никак не может служить оправданием для того, чтобы не проводить реформы. Много внимания уделили соблюдению прав человека в Украине, но вот в частности в том, что касается скандального закона о люстрации, который, напомню, в пух и прах раскритиковала венецианская комиссия, призвав немедленно изменить документ, но до сих пор правки внесены не были. Опасения европейцев вызвали идеи некоторых нардепов изменить языковые законы. Вообще отмечу, что вот большинство таких самых критических правок внесли буквально в последний момент, и сама дискуссия вокруг резолюции по Украине была достаточно бурной. Во-первых, поправка о люстрации. Было признано, что это незаконно, что закон должен немедленно быть изменен и соответствовать полностью рекомендациям венецианской комиссии стандартам европейским. Были внесены и приняты комитетом две поправки о защите прав меньшинств, национальных меньшинств. Поправки были приняты практически единогласно. Высказала беспокоенность вот этими новыми языковыми законами, законами об образовании, которые нарушают права национальных меньшинств в Украине. Особое внимание в документе уделили и необходимости соблюдения прав журналистов и свободы слова в Украине. Европейцы назвали недопустимым атаки на СМИ и призвали власти тщательно расследовать все подобные случаи и обязательно привлечь виновных к ответственности. Также уделили внимание необходимости соблюдения минских соглашений. В частности, в том, что касается необходимости соблюдения всеми сторонами конфликта. Вот на этом пункте особо настаивали в оппозиции. Кстати, отмечу, что оппозиционерам также уделили отдельный пункт резолюции, призвав украинские власти обеспечить право оппозиции на выполнение своей демократической роли. Внеси туда поправку о том, что украинская власть должна обеспечить права оппозиции и о том, что нельзя преследовать оппозицию по политическим мотивам. В тексте этой резолюции говорится о недопустимости проявления такого отношения к оппозиции и о том, что необходимо соблюдать все права оппозиции в Украине. Я считаю это двойной нашей победой. В Европе также призвали украинские власти тщательно довести до конца расследования трагических событий на Институтской, в Доме профсоюзов и в Одессе. Отмечу, что несмотря на такое обилие серьезной критики в адрес Украины, сам документ содержит и немало положительных моментов, в частности того, что касается проведения судебной реформы, работы над децентрализацией, внедрения Е-декларирования. И вот как отмечили в конце резолюции европейские депутаты, что они всегда будут готовы продолжать помогать Украине работать над ошибками, но очевидно, что от Киева уже в ближайшее время ждут конкретные реакции на все эти пункты и будут тщательно следить за тем, как мы будем их выполнять. Алексей. Алексей Пшимыцкий разъяснил нам основные пункты резолюции по СЭПу Украине. Спасибо, коллега, за работу. Еще одна тема, о которой постоянно говорят на Западе и все реже на официальном уровне в Украине, расследование громких преступлений, в том числе и убийство журналиста Павла Шеремета. Публичный запрос главе МВД Арсену Авакову по этой теме направила главред Украинской правды Севгиль Мусаева-Боровик. В нем 11 пунктов о расследовании дела Шеремета. Еще три пункта касаются заявлений Антона Герасченко, который говорил о покушении на себя так, как будто при этом заодно было раскрыто и убийство Шеремета. Тема покушения на Герасченко буквально за неделю прошла большой путь. Сначала сенсация, затем анекдот. А теперь они в МВД предпочитают даже молчать. Хотя вопросов много. Почему нардеп так уверенно сравнивал покушение на себя с убийством Шеремета? И почему в ответ на эти слова Аваков заявил, что о деталях расследования нет информации ни у кого, кроме следователей и министра? Но главное, что это за киллеры такие, которые готовили покушение на известного депутата, но при этом даже не смогли запомнить, как он выглядит, и держали при себе его фотографию? Операция «Ликвидация». Всю неделю украинцам показывали новый детективный сериал с политическим душком. Дерзкое покушение на жизнь дерзкого нардепа. 20 января СБУ поймало двух преступников, которые планировали убить депутата прямо под его домом. СБУ сразу же отчиталось об успешно проведенной операции. Немного рассказали о киллерах. Это неоднократно судимые граждане Украины. Один родом из Донбасса, второй из Крыма. Их имен не называли, держали в тайне имя их потенциальной жертвы. Правда, тайно это было недолго. Попытка покушения на меня, предотвращенная службой безопасности Украины, является лишь одним из звеньев цепи работы диверсионно-террористического центра, созданного на территории Российской Федерации. В исламском государстве тоже есть центр по подготовке диверсантов-террористов, поэтому никаких отличий нет. И этот новосозданный ИГИЛ, по словам нардепа, курирует ФСБ. На территории Российской Федерации зимой 2016 года была отобрана группа из 50 лиц, как правило, резко антиукраинских настроений. Все они были граждане Украины. Российские спецслужбы отобрали их для подготовки на территории одной из областей Украины. Их обучали тому, как уметь следить за людьми незаметно. Их обучали стрельбе. Проверяли их психологическую готовность к осуществлению терактов, диверсий на территории Украины. Но почему эти подготовленные в тайных лагерях убийцы захотели убрать именно Герасченко? За сайт миротворец и открытую антироссийскую деятельность, говорит нардеп. Но не мелковат ли мотив? В его публичной деятельности, в его высловливаниях, я пока что не вижу того, что может стать приводом для замаха, а тем больше для убийства. Да и тянут ли задержанные на роль специально подготовленных высокопрофессиональных киллеров? Вот видео, которое обнародовало СБУ и фрагменты разговоров. 100 долларов на такси, взрывчатка в лоточке, фотография жертвы. И агент готов идти на задание. Неужели именно таких профессионалов отправили убрать целого народного депутата? В этой истории смущает сразу несколько моментов. Во-первых, исполнители слишком маргинальны. Эксперты утверждают, ни ФСБ, ни другие спецслужбы никогда не наняли бы подобных персонажей. Если анализировать, и выходить из того, что это организовала ФСБ, то они работали або очень профессионально, на высшем уровне, использовавши напевбомжев, або очень ничемно, ниже Принтуса. Почему это не может быть ни то, ни и не то, потому что я знаю, ФСБ работает посередине. На сегодня есть те знаки, которые указывают, что не видно тут пока что следует ФСБ. Во-вторых, удивляет экстравагантный способ бежать из страны, которой выбрали преступники. Пересечь границу на такси. Если мы говорим про работу спецслужб, или российских, или других стран, это готовятся профессионалы для проведения такой операции. Это, как правило, офицеры, которые имеют специальную подготовку. Они проникают на территорию страны за вечеринку, например, а будут перебывать в каких-то очень сильных, так сказать, тайнах, а тогда, соответственно, проводят операцию и быстро выходят из страны. И вопрос номер три. Зачем преступникам фото столь публичной жертвы? А разговоры этих персонажей возле Рады и вовсе смешат бывших следователей? Я не побачив незброи, я не побачив заминованного автомобиля, я не побачив, якщо це на рівні того, що ходило два якихось бомжа по кварталу Верховної Ради, і між собою по пьянке говорили, було б непогано когось із цих депутатов горохнути, то, вибачте мене, якщо поставити на українську кухню микрофон, то я думаю, що депутат стане великим, вони будуть бояться не то, що на вулиці выходить, вони вдома будуть бояться сидіти. Уже на следующий день задержанным избрали меру пресечення. Два місяці ареста. І, несмотря на публичність самого дела о покушенні на Герасченко, суд над кілерами прошел закрыто. От публичи їх спрятали. Судя по почерку при подготовке террористического акта по моей ликвидації, следователи считають, що на 99,9% террористические акты убийства известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года було направлено, нацелено і реализовано із этого же диверсионно-террористического центра на территорії Російської Федерції. Почему народний депутат, который не является официальным представителем МВД, говорить от имени следователей, непонятно. Такому заявлению Герасченко даже в СБУ удивились. На жаль, я, знову ж таки, не можу давати інформації, які саме свідчення дають заарештовані люди, які планували вбивство народного депутата. Скажу лише одне, що доказів зібранних служб безпеки на етапі підготовки цього злочину у нас достатньо для того, щоб вони пішли в тюрьму. Чи є дані, що вони причетні до висла Шеремета? Ні, таких даних у нас немає. Возможно, імя журналиста просто использували для самопіара, чи це все-таки слив работників відомства. На следующій неділе Аваков анонсував нові подробности дела Павла Шеремета. Оксана Григорьева, Леоніта Борин, подробності в неділи, телеканал Інтер. Попробуємо розібратися в новостях по всім цим громким делам вместе з Анной Малер, юристом-кримінологом. Анна, здравствуйте, спасибо, що прийшли. Анна, ви обратили внимание, що свою першу ту скандальну пресс-конференцію, самую громку, Антон Герасченко давав в стінах МВД України. С ним рядом сидит, кстати, ніхто-нибудь, а пресс-секретарь МВД України, Артем Шевченко. Тобто на той момент, я правильно понимаю, це була офіційна версія МВД? Безумовно, тим більше Герасченко радник міністра. Тобто все, що він заявляє публічно, апріорі, ми сприймаємо як позицію МВС. Чому тоді, через неділю чи через кілька днів після цього, Арсен Аваков почав грати в обратну історію і сказав, що об цьому інформації немає нікого, крім слідовців і міністра. Тобто признав нелегітимно все те, що було розказано в стінах же МВД. А це класична стратегія МВС, яку ми спостерігаємо останні місяці чи навіть декілька років. Спочатку вони запускають якусь інформацію, потім вони отримують реакцію суспільства і розуміють, що запустили щось не те, якось не так і починають походу виправляти. Тобто немає там людей, які одразу напрацюють в правильну інформаційну стратегію подачі інформації. Хорошо, а откуда тоді господин Герасченко брав ці цифри 99,9,9 цілається на слідователі, що покушення на нього совпадає з сценарієм вбігства Павла Шеремета. Це був просто громкий піар? Це можливо видавання бажаного за дійсне. Можливо, хтось із МВС справді висував такі версії через СБУ. Ну, якась одна з людей, причетних до розслідування. Але однозначно слідча група не може давати якісь відсотки. Винен, не винен, тому, що остаточну крапку ставить суд. Панітно. трагедія в Княжичах. Служебне расследование нацполиції закончилось только дисциплинарными взысканнями. Мол, начальники что-то напутали. Но теперь к расследованию подключилась генпрокуратура. І фигурантам того дела могут предъявити обвинення в умышленому зубийстві. Подробності в нашій справці. Фигуранты з останніми подіями, в тому числі княжичі, який я не можу, скажімо так, і патриотом своєї професії, і продовжити брати участь в конкурсі, маючи таку подію, за яку я дійсно безпосередньо відповідальність. А вот какой буде эта ответственность, большой вопрос, судя по заявліням генпрокурора. Юрий Луценко заявив, руководителям операции в княжичах можуть інкриминіровать умышленне убийство. Сейчас обвинення куда скромнее. Правоохранителей подозревають в служебной халатності. Максимальне наказання по этой статье 5 лет за решеткой. За убийство вплоть до пожизненого. Сразу после трагедії у Луценко було много вопросов непосередньо Крещенка як командиру. Ми будемо вивчати, де вони знаходилися, що робили в цей час, бо знаходились вони в ресторані. І, звичайно, ми оцінимо всі обставини, в тому числі стан физичний отців командирів, які приймали до Крещенка. Тогда генпрокурор требував відставки Крещенка. В ответ глава МВД заявив, увольняти никого не собирается. Я думаю, що генеральний прокурор має свої повноваження радити в своїй структури і говорити, має право після того, як знайомиться з матеріалом. Але тепері все матеріали дела Княжичі іменно в генпрокуратурі. А служебне розслідовання завершено. 8 чоловік уволили, к 12 примінили дисциплінарне взыскання. Довольно гуманно за 5 жизней. Аваков признал, трагедія в Княжичах результат серйозной недоработки в планированні операции. Вот только і сама операция вже вызывает ряд вопросов. Юрий Луценко рассказал, оказывается, дом в Княжичах, возле которого была перестрелка, был ограблен. Дважды. Сперва бандитами, а потом правоохранителями. Да і вообще, направлять корд в Княжичі було неправильно, считає генпрокурор. Давати оценку того, що произошло 4 декабря, сейчас должна ГПУ. І, можливо, сделала, наконец, снимут такой выгодний для МВД грипп секретно. Смотрите, Анна, представители нацполиції до этого говорили, что все это была чистая случайность, неправильно понятый приказ. Получается, что одно заявление генпрокурора все ставит на свои места. МВД пыталась выгородить своих сотрудников? Ну, безумовно, МВД не просто выгороджує своих співробітников. Вони завжди приховывают всі злочини, які вчиняются всередині системы. І так трапляється, что иногда, когда столько людей гине, то общество узнает про такие злочини. Я сразу прогнозировала, что мы ничего не узнаем. И хорошо, что втрутилася прокуратура. И сейчас открылось то, что было, в принципе, очевидно по картине этого злочина. Что злочин одни правоохранители совершили, другие прекратили. И не нужно этого соромиться. В на самом деле в правоохранительной системе осталась большая часть людей, которая, я сейчас скажу, сленгом кришует злочинность, або даже есть співучастниками многих злочин. То есть вы хотите сказать, что у нас действуют банды, состоящие из правоохранителей, которые третируют население Украины? А вот это случай, это как раз противостояние старой и новой системы. об этом знает? Безусловно, они про это знают, это не секрет. Я думаю, что только ленивый, слепый и глухий про это не знают. И те, что оновилась правоохранительная система, самая полиция, лишь на 8%, говорит про то, что 92% это те, кто есть святками старой системы, співучастниками старой системы. И вот випадок у княжичах, это випадок противостояния тех, кто хотел справедливо выполнять свой профессиональный борг. И те, кто еще работает по старинке. Анна, понесут ли по-вашему, очень коротко, у нас мало времени, понесут ли по-вашему ответственность участники событий княжичах, если дело переквалифицируют вымышленное убийство? И будут ли наказаны те люди, которые проводили проверку в нацполиции, которая закончилась взысканиями за смерть пятерых людей? Безпосередние виконавцы, то есть это происходило, понесут ответственность. Чи понесут ответственность те, кто их кришував, отправлял на эти задания и брал с этого свой риск в процентах? Спасибо. Анна Малер, один из самых известных экспертов криминологии была в нашем году, я бы даже сказал, самый независимый эксперт-криминолог, была гостем подробности недели, спасибо вам за ответы. Мы прерываемся ровно на 10 минут, ждите, пожалуйста, впереди у нас еще много важных и интересных тем. Это подробности недели, мы продолжаем, спасибо, что дождались. Срочная реанимация для медиков. 36 украинских мединститутов с мировыми именами Шалимова, Строжеска, Амосова сейчас на грани комы. Из-за простого тотального безденежья. В этом году недофинансирование клиник при Нацакадемии наук настолько критическое, что врачам не за что покупать препараты, платить персоналу зарплату и оплачивать коммуналку. Если так будет продолжаться, мединституты могут просто закрыться. Почему возникла такая ситуация? И есть ли надежда на спасение узнавала Алла Матюшок? Найти деньги на операцию для Елены значит спасти сына. Неделю назад у годовалого малыша обнаружили рак печени. И здесь, в институте Шалимова, хирурги дали надежду. Они готовы оперировать ребенка, но сразу предупредили, покупать придется все. Список необходимых препаратов для такой операции стартует от 100 тысяч гривен. Елена в декрете дома еще двое детей. Работает только муж. Семье приходится просить помощи буквально у всех. И в такой ситуации почти все пациенты этого отделения. У каждого своя история и одна беда. Три препараты только одна бутылочка на две тысячи только. Здесь в институте Шалимова оперируют самых сложных пациентов со всей Украины. Хирурги проводят уникальные операции по резекции и трансплантации печени, пересадке почек и легких. 20 операционных и в каждое сейчас идет работа. Только на сегодня запланированы 34 операции. Буквально только что началась трансплантация почки. И она уже третья в этом году. Список ожидающих постоянно растет. Но врачи боятся, что оперировать будет просто некому. Финансирование клиники настолько урезали, что уже в этом месяце специалистам нечем платить зарплату. Наркопрепараты спирт и кислород, без которых невозможно проводить оперативные вмешательства, вот-вот закончатся. А самостоятельно купить их люди не могут. Они покупают практически весь перечень медикаментов и расходных материалов, которые необходимы для выполнения этой операции. исключение составляют наркотические препараты, которые нужны для наркоза, которые нельзя просто купить в аптеке. Но если этого не станет, тогда, конечно, тогда возможности вообще делать операцию не будет. Хирурги-трансплантологи говорят, сложно было последние 20 лет, но такой критической ситуации в институте не было никогда. Ведь государство предлагает еще и сократить медперсонал. Тут вот медбрат уволился, говорит завоперблока. И это настоящее ЧП. Но как работать, если минималку повысили, коммуналку подняли, а бюджет института урезали? На клинику нужно 6 миллионов 300, далее 2 миллиона 300. На коммунальные платежи, вот то, что нам нужно, сейчас я вам скажу, нам дали 219 тысяч, при потребе 878 тысяч. На харчувание не дали ни копейки, на леки не дали ни копейки. Вы знищуете институт. Я должен быть в лютом закрытись. Я должен людям выплатить эту зарплату. Пациенты давно платят благотворительные взносы, говорит директор института, но теперь и это не спасает. Медики боятся, что им просто отключат электроэнергию и воду за неуплату. Подобные угрозы поступали еще в прошлом году, и в такой ситуации почти все 36 институтов Академии наук. Мы надеваем прищепку на нос, берем плоденько за губник и начинаем спокойно дышать. Сюда в институт в тезиатрии и пульмонологии также приезжают люди со всех областей. Здесь лечат различные формы туберкулеза. Желающих работать со специфическими пациентами и так немного, но и они могут разбежаться. Виступы представников уряда я не знаю, ну, официйные виступы, которые говорят, что деньги на выплату минимальной зарплаты бюджетным установам есть. И оно будет контролировать дефицит бюджета заработной платы минимальной нет. Мы должны выплатить заработную платную в середу 1 лютого за сечень месяц. Риторичное питание. Как так получилось, что медики остались без зарплат, мы пытались узнать в Академии меднаук. Но общаться с нами там не захотели. Прислали лишь письменное разъяснение с метурасходов, составленную госказначейством на квартал. Здесь указано на зарплату сотрудников 36 институтов выделено чуть меньше 26 миллионов гривен в месяц. Нужно в три раза больше. На февраль и март видим те же суммы. Но при этом в Академии сообщили, в феврале исправят ситуацию, договорились, дескать, с Минфином и деньги будут. На 15 миллионов больше, но этого все равно недостаточно. А вот некоторые эксперты даже допускают, процесс уничтожения академических клиник могли запустить намеренно, чтобы потом их приватизировать. Да и земля институтов лакомый кусочек, по 3-5 гектаров земли в центре столицы. В прошлом году, когда давали законопроект по автономизации, так называемую, идея подоплека этого была приватизация. Я думаю, что эта идея никуда не исчезла, она осталась. Многие НИИ, не все, но многие НИИ представляют собой очень интересную собственность с точки зрения медицинского бизнеса. Шалимова, Амосова, Рамаданова, Строжеска. Сохранить академические клиники, которые относят к четвертому, наивысшему уровню оказания медпомощи, просто необходимо. Ведь без них украинской медицине не выжить. И мы повыне против, мы хирурги. Алла Матюшок, Иван Ермаков, Олег Неведомский, Ирина Диченко. Подробности недели телеканал Интер. Как же спасти мировую гордость украинской медицины, если, конечно, не поздно еще спасать, мы спросим у Александра Усенко, директора Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова. Здравствуйте, Александр Юрьевич, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Скажите, все-таки, что происходит с финансированием вот на сегодняшний день? Каких сумм в бюджете не хватает? Не хватает больше половины. Это 36 институтов, которые входят в систему Академии наук. И я не буду сейчас разбираться в причинах, почему это, что, я думаю, что... В причинах мы все разбирались всю неделю, рассказывает зритель. Это достаточно большой резонанс вызвало общество. Я могу сказать, что на сегодняшний день зарплату платить людям нечем. Ну, зарплата это часть. Нет денег ни на лекарства. Насколько я знаю, в понедельник перечислили 200 тысяч. Это на неделю работы. Нет денег на питание, нет денег на коммунальных платежей и не учтено повышение заработной платы. Мое глубокое убеждение, что национальные академические институты это достояние страны. И уничтожать их это, ну, по меньшей мере нас не поймут. Ни потомки, ни нынешний. Александр Юрьевич, при такой ситуации запаса прочности насколько хватит? Когда институт и институты и вас в частности вот будут уже на грани закрытия? Знаете, нас говорят, сокращайте людей. Ну, невозможно сократить людей и заставить сестру реанимации, операционную сестру работать 4 дня подряд. Нарушение всех здравомыслящих норм и человек не сможет работать. Надо сначала что-то создать, а потом пытаться разрушить имеющийся. процента прочности коллектива хватит надолго, но насколько эта прочность будет подкреплена возможностями, то есть, да, мы привыкли к тому, что лекарства покупает пациент больше 90%, но как что сделать с энергоносителями, мы же не сможем оплатить. Просто отключат свет, газ и воду и институт встали. получается, экономить на пациентах нужно еще больше? Конечно. Другого выхода у вас нет. А кто вам дает такие мудрые советы по поводу сокращения персонала? В правительстве или в Академии Новго? Нет, просто есть распоряжение Академии. Академия основывается на реалиях, что привести штатное расписание в связи с бюджетным финансированием. На сегодняшний день есть конкретный человек или конкретное ведомство, которое может спасти ситуацию? От кого мы должны требовать решения проблемы? Я думаю, что есть правительство. Я думаю, что правительство уже приняло решение разобраться в этой ситуации. Я думаю, что оно найдет выход, который позволит сохранить национальное достояние. Правительство, Минфин, Академия наук, Минздрав, они идут на диалог с вами? Мы с Минздравом финансовых взаимоотношений не имеем. Мы относимся к системе Академии наук. Но система, насколько я знаю, Академия наук и руководство пытается сделать все, чтобы этот конфликт не разрастался и решить ситуацию. Александр Ильич, вот вы говорите, что вам советуют сокращать персонал, но сами же политики называют страшные цифры, что только в прошлом году более 4 тысяч врачей эмигрировали из Украины. Эта тенденция у нас, как вы знаете, сохраняется не первый год. Как вы думаете, после вот таких вот историй количество уехавших за рубеж сократится в нашей стране? Наоборот, думаю, увеличится. Должна быть мотивация, люди должны за что-то жить, кормить семьи, как-то существовать и получать удовольствие от работы. Когда ты приходишь на работу, тебе нечем работать, ты не получаешь удовольствие еще такой моральной. Но у вас же работают специалисты мирового уровня. Закроется завтра институт Шалимова. А сколько времени уходит на подготовку одного доктора, который у вас вот сейчас оперирует? Вы знаете, это история институт из полувековой истории. Нашему институту 47 лет, институту Амосова более 60 лет, институту туберкулеза Яновского такие же цифры. То есть поколения идут для того, чтобы создать школу. А разрушить школу можно за один день. В общем-то, в принципе, за один день. Еще один скандал, но уже с Минздравом, продолжался на этой неделе. В пятницу Ульяна Супрун заявила, на ведомство оказывают давление правоохранители. На своей стороне со фейсбуки она написала, что в министерство пришел следователь нацполиции и потребовал документы по закупке лекарств через международные организации. Бумагу к полицейскому не дали, поскольку судебный ордер был просрочен. Нацполиции уверены, что Украина закупила по программе развития ООН препараты по завышенным ценам. Супрун называет это попыткой сорвать международную программу закупок лекарств. Не отступает и у министра и от своей позиции в конфликте с Борисом Тадуровым, кардиохирургом и директором института сердца, а также другими украинскими врачами и политиками, которые его поддерживают. Ее отношение к этому конфликту, мол, оппоненты мешают реформе. Больше никаких ответов на все вопросы Минздрав не дает. Александр Юрьевич, не буду вас втягивать, наверное, в этот конфликт между ИОО-министра здравоохранения и Борисом Тадуровым, вашим коллегой. Скажите, пожалуйста, ответьте на другой вопрос. Вот та реформа, которой кормят украинцев уже несколько лет здравоохранения, которую мы все ждем. Какими должны быть первые шаги? Мы их тоже не видим. И к какой модели скорее мы должны прийти по опыту других стран? Вы знаете, безусловно, все понимают, что реформа медицины давно назрела. Это реформа от системы финансирования. У нас нет бесплатной медицины, нужно найти источники ее финансирования. У нас нет достойной оплаты врача, который бы получал за свой труд нормальную зарплату и никто бы не обвинял его во взятках или в вымогательствах. Безусловно, Минздрав делает правильные шаги. Но эти шаги должны быть понятны людям, должны обсуждаться в обществе, должны привлекать к реформе специалистов, которые признаны в Украине, которых знает украинский народ и украинская медицина. И тогда, я думаю, вопросов будет значительно меньше. Хорошо. Спасибо вам за эти ответы. Успехов вам в выдержке в этом нелегкой борьбе сейчас за сохранение института. Мы, журналистам, вам обязательно поможем, чем сможем. Александр Усенко, директор Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова был гостем подробностей недели. Обсуждали мы с ним потрясение нашей системы здравоохранения. Кстати, с изменений именно в сфере здравоохранения начал свое президентство и Дональд Трамп. Он отменил одну из самых важных для Барака Обама реформ. Систему, благодаря которой почти 20 миллионов американцев получили доступ к медицине. Аргументы Трампа это накладно для бизнеса и действовать надо по-другому. Слово по-другому вообще, наверное, лучшее описание действий Трампа после прихода в Белый дом. За неделю он начал реализацию большей части своих предвыборных обещаний, не считаясь критикой в Америке и в мире. Любой другой политик так не делал бы, но Трамп и стену на границе с Мексикой решил строить и приостановил подготовку крупнейшего в Тихоокеанском регионе торгового соглашения и ЕС раскритиковал так, что европейцы до сих пор возмущены. Запретил бывшим чиновникам работать лоббистами. А накануне подписал указ о запрете въезда в США гражданам стран, которых посчитал опасными. Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Сомали, Судан и Йемен попали в этот список. Причем даже в том случае, если у этих людей есть визы. По всей Америке протесты, звезды шоу-бизнеса в Твиттере соревнуются в поиске оскорблений для Трампа, американцы устраивают пикеты прямо в аэропортах, конгрессмены и губернаторы штатов, в которых Трамп не популярен, обещают заблокировать его инициативы. А федеральная судья приостановила действия этого скандального указа Трампа. Все это на фоне переговоров с европейскими лидерами, которые проводит Трамп в эти дни. В пятницу в Вашингтоне была Тереза Мэй, премьер Британии. Встреча Мэй и Трампа была очень теплой и продуктивной. Затронули и вопрос санкций против России. Тереза Мэй подчеркнула, что они должны действовать, пока не будет выполнено Минское соглашение. А в субботу президент США провел, пожалуй, самые важные для Евросоюза и нашей страны переговоры с Ангелой Меркель и Владимиром Путиным. Если о подробностях разговора с Путиным сообщают в основном со ссылкой на кремлевскую пресс-службу, то о телефонном разговоре с Меркель можно судить увереннее. Трамп уже несколько раз негативно отзывался и о Евросоюзе в целом, и о немецком канцлере в частности, вызвав массу критики на континенте. Что если новому президенту США так и не удастся выстроить хорошие отношения с Германией? Как тогда сохранять европейское единство для давления на Россию? Что об этом говорят в Берлине, знает наш немецкий корреспондент Татьяна Лагунова. Она с нами на связи. Приветствую, Таня. Скажи, как на активность нового американского президента реагирует в Берлине? Алексей, конечно, за подозрить немцев в симпатиях к Дональду Трампу сложно. Официальный Берлин никогда не скрывал, что хотел бы видеть хозяйкой Белого дома Хилари Клинтон. Да и громкие заявления Трампа в адрес Европы и лично Ангелы Меркель тоже не добавили ему политических баллов. Канцлера Трамп называл катастрофой для Германии, которая своей миграционной политикой разрушает страну. Европе грозил повторением Брекзита, но советники нового президента не разу намекали, Трамп может и евро обвалить, и санкции против России и заявления Ангела Меркель реагировала холодно и спокойно, мол, раз Трампа выбрали президентом, придется работать и с ним. В следующие годы трансатлантические отношения будут не менее важны, чем прежде. Я буду над ними работать, даже если у нас разные мнения и взгляды, компромиссы находят в диалоге. Первую попытку Ангела Меркель уже предприняла. Накануне она говорила с Трампом по телефону целых 45 минут обо всем, о НАТО, о борьбе с терроризмом, о Сирии и о ситуации в Украине. Канцлер сказала, что будет рада видеть Трампа в Германии на летнем саммите Большой Двадцатки, но он пригласил ее в США. Дата визита Ангелы Меркель пока неизвестна, но, скорее всего, поездка состоится уже в ближайшие месяцы. И в Германии надеются, что Ангеле Меркель, которой пока удавалось находить общий язык со всеми лидерами, удастся подобрать ключик Дональду Трампу. Ну, а если нет, это будет сигналом для Европы нужно сплотиться и не ссориться хотя бы между собой. Алексей? Татьяна, но для Украины в этом всем, конечно, главный вопрос, чего ожидать от Европы в новых условиях по Минскому процессу. Вот не случится ли так, что европейское единство для давления на боевиков и Россию по Минску просто не удастся сохранить? Минские соглашения в последнее время пытались похоронить не раз. Эксперты говорили, прогресса нет. Дорожная карта не разработана. Германия и Франция в этом году будут заняты собственными выборами. Но, тем не менее, Минск остается на повестке и отказываться от нормандского формата Европа не собирается. Об этом накануне снова заявили как в Германии, так и во Франции устами министров иностранных дел. Мы надеемся добиться прогресса в Минском процессе, что позволит обеспечить мир в регионе и потом отменить санкции против России. Но только в такой последовательности. Сохранение Минска для Европы это уже не только попытка восстановить мир и стабильность в регионе, но и дело чести. И в Германии, и во Франции хорошо понимают, что отказ от Минского процесса станет негативным сигналом для всего континента. Кстати, даже британский премьер Тереза Мэй, уводящая страну из Евросоюза во время своего визита в Вашингтон, говорила о важности Минска. Учитывая все эти сигналы, можно предположить, что новой американской администрации придется прислушиваться к мнению Европы. Киев. Спасибо. Татьяна Лагунова была с нами на прямой связи из Берлина. К сказанному коллеге добавлю, что придется учитывать еще один фактор. Ситуацию на фронте. Боевые действия там даже на день не утихают. Сегодня утром боевики штурмовали Авдеевку. Четверо наших бойцов погибли. Еще пятеро ранены. Это официальные данные командования. А сама тактика противника напоминала действия на Светлодарской дуге. Авдеевскую промзону накрыли выстрелами из минометов и артиллерии. Сейчас в зоне АТО работает моя коллега. Наш военный корреспондент Ирина Баглая. Она с нами на связи. И расскажи, что сейчас в Авдеевке. Прекратился ли обстрел? По последней информации, бои под Донецком в районе Авдеевки не утихают. Работает артиллерия. К вечеру обострелась ситуация и западнее Донецка в районе Красногоровки. А также на Светлодарской дуге под Дебальцевым. И буквально час назад под Попасной. Обстрел начался сегодня ночью в районе Авдеевской промзоны. И не прекращается целый день. Хотя днем залпы артиллерии немного утихли. Но к вечеру огонь возобновился. Боевики бьют из тяжелых орудий, кроме минометов из пушек 152-го калибра. Также работают танки наемников. Утром двое местных жителей получили осколочные ранения в старой Авдеевке. Мужчина и женщина. Также на оккупированной территории местные жители сообщают, что противник подтягивает силы. Через Красный Луч прошла колонна военной техники. А со стороны оккупированной Макеевки выдвинулись реактивные установки залпового огня «Град». Основные бои идут на севере Донецка. Из-за мощных обстрелов Авдеевка обесточена. Нет электричества воды. Обострение на этом участке фронта началось еще в середине недели, когда боевики ударили из «Града» сразу по нескольким населенным пунктам. Красногоровки, Новозвановки и опытному. Ранее военные в фронт-зоне зафиксировали, что на Ясиноватской развязке и окраине Донецка к боевикам прибыло многочисленное подкрепление. И по характеру артобстрела можно говорить о том, что подключились российские военные. Жители же городов говорят, что такой канонады не помнят с 2015 года. Алексей. Спасибо, Ира. Наш военкор Ирина Баглай об очередном обострении в зоне АТО. Для этой атаки противник выбрал символический и очень значимый для всех украинцев день. День памяти героев Крут. Сегодня первые лица государства возложили цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле и почтили погибших студентов минутой молчания. В 1918 году отряд украинских курсантов на железнодорожной станции Круты в Черниговской области вышел против четырехтысячной большевистской армии. Бой длился пять часов и ценой своей жизни курсанты остановили наступление большевиков на два дня. Их подвиг сейчас сравнивают с подвигами наших бойцов в АТО. Петр Порошенко сегодня поблагодарил их за ежедневный героизм. Не меньше чем героизма стоит ожидать в ближайший месяц и от украинских дипломатов. Уже с 1 февраля наша страна на месяц возглавит Совет Безопасности ООН. Это будет очень непростое время. С одной стороны Дональд Трамп планирует и до ООН добраться. В Белом доме готовится указ о сокращении финансирования организаций и других международных организаций сразу на 40%. С другой стороны новоамериканская политика по отношению к мигрантам и соседним странам наверняка будет главной темой в международных отношениях этой зимой. А еще Европа уходит на выборы. Во Франции президентские, в Германии парламентские. Что в этих условиях смогут сделать дипломаты, чтобы все-таки удержать политиков от еще большего числа конфликтов. Дмитрий Анопченко выяснял, какие возможности получат наши дипломаты уже через несколько дней. Эксклюзив подробности недели далее. Когда в штаб-квартиру ООН на 42-й улице в Нью-Йорке приводят экскурсии, посетителям конечно рассказывают и об истории, о возможностях объединенных наций, но настоящими секретами с тобой поделятся только дипломаты. Покажут уникальные произведения искусства, подарки разных стран и запутанные лабиринты кулуаров, куда заседание может запросто сбежать кто-то из премьер-министров, чтобы поспать. Обязательно просветят, что истривер, на берегу которой стоит здание, несмотря на название, вовсе не река, а протока. Вот почему течение в ней то в одну, то в другую сторону, как и политика в этих высоких кабинетах. Этот зал часто показывают в новостях. В нем собираются представители 15 государств, люди, на которых возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Любой мировой конфликт и рассудить должен совбез, председателем которого уже через считанные дни станет Владимир Ельченко, украинский посол при ООН. Сюда, по его вызову, в любое время суток должны будут прибить члены Совета Безопасности. Насколько швидко вы можете скликать Радбез? В принципе, за классической схемой Радбез скликается не позже, чем за 2 годины от начала процесса. 2 годины дедлайн? Это максимум. А еще для Совета Безопасности не существует выходных. Субботние и воскресные заседания или закрытые ночные встречи далеко не редкость. Пока ты глава Совбеза, обязан в любой момент отвечать на звонки. И твой личный номер наряду с телефонами первых лиц включают в тревожный список. Может выникнуть будь что от Донбасса до Колумбии все горячие конфликты в Африце та же сама Палестина. Обтверждение проходит не только в зале у всех на глазах. Но зачастую вот здесь в закрытом крыле с грозными табличками Restricted Area зона с ограниченным доступом и конечно же No Cameras сегодня для нас делают исключение. Эти секретные комнаты защищены от прослушки. Если не удалось договориться в зале, то именно тут в неформальной обстановке члены Совбеза и обсуждают вопрос с глазу на глаз. Будет тут и украинский офис. Украина отримает какое-то свое помещение просто в сердце Рады Безпеки. В сердце ООН. Так. Есть специальный офис такой очень небольшой. Он складывается практически из двух частых комнат. Это кабинет власть головы. Это помещение для переговоров. Прямой контакт у Украины как главы Совбеза будет теперь и с новым девятым генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем. В куларах штаб-квартиры, где вывешивают картины с изображением первых лиц, его портрета пока еще нет. Как нет и четкого мнения о нем. Лишь те, кто знает его близко, делятся. Мол, Гутерреш во всем отличается от своего предшественника Пангимуна. Осторожный кореец, который всегда выражал лишь глубокую обеспокоенность и деятельный португалец. Сказать, что ООН структура инертная не сказать ничего. Тут аппарат 5000 человек. И Антонио Гутерреш человек с амбициями изменить организацию. Он много раз был в Украине и даже признавался, что у португальцев и украинцев схожий менталитет. Он сказал, что у всех его родичей есть в семьях какие-то украинцы, которые работают. Причем, работают не просто как раб сила, а это, по сути, члены семьи. И он говорит, что именно тому он говорит про Украину и всех его близких и родителей сквалися позитивно, потому что это не то, что ты читаешь про Украину из газет, это, что ты видишь с людьми, сколкуешься. В зале Совбеза у генсека ООН есть свое место по правую руку от председателя. Вот где будет теперь табличка Украина, вот представители России. Между этими местами еще два кресла для дипломатов из Сенегала и Швеции. Рассаживают в зале по алфавиту и в аппарате ООН с облегчением вздохнули, когда поняли, Киев и Москва тут не рядом. А диалога с послом России не получается. Дискуссии в Совбезе очень часто перерастают в яростные споры, когда ни зла, ни дипломатии не хватает. Но это ООН, и они вынуждены пожимать друг другу руки. Мы витаем, но это все больше реформальности, чем справа. Понятно, что пока в Совбезе не прошла реформа, у Москвы остается право вета и возможность блокировать любое решение. И Украине даже в статусе председателя ключевые вопросы не продавить. Но сломать бюрократические правила, сделать ООН чуть человечнее и поднять престиж страны это вполне реально. А еще облегчить ситуацию в прифронтовой зоне. Если говорить о Донбассе, то это возможно у нас выйдет все-таки приступить открытие офиса ООН, специального офиса в Украине, который бы занимался монитором и выполнением Минских. Но все это уже в феврале, а пока остаются последние 72 часа до момента, когда в ООН произойдут перемены и страна получит шанс, которым обязательно нужно воспользоваться. Из Нью-Йорка штаб-квартира ООН Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк и Наталья Неделька. Американское бюро телеканала Интер. А в ближайшие часы и дни произойдет еще одно событие, значение которого не стоит преуменьшать. Президент Порошенко 30 января встретится с Ангелой Меркель. Вероятно, уже там будут подведены итоги всех контактов на высоком уровне в последние дни между Трампом и Меркель, Трампом и Путиным. Чего ожидать Украине от этой встречи? Такой вопрос прямо сейчас мы можем задать Павлу Климкину, министр иностранных дел Украины, с нами на связи. Господин министр, расскажите, чего вы ожидаете от встречи президента Украины и немецкого канцлера? Какие темы будут затронуты на переговорах? По-перше, между президентом и канцлером Немеччины являются действительно не только стосунки политических партнеров, но и дружные стосунки. На самом деле, у нас была демократно на начале лютого поговорить, где мы находимся по ряду очень важных вопросов, особенно как примусить Россию выполнять минские домовленности, какая ситуация с безопасностью на Донбассе, что мы можем сделать, чтобы избежать руководителей, каким образом более эффективно использовать на сегодня возможности нормандского формата. Все эти вопросы, конечно, будут в центре внимания. Ну и, конечно, европейский порядок день и помощь Немеччине в том, каким образом мы будем надалее эффективно просусти реформу. Вот такой порядок день у нас на понедельник. Павел, а на этой неделе в западных СМИ обсуждают заявление Келлиан Конова и советника Трампа, мол, санкции против России могут смягчить. Вы рассматриваете такой вариант и есть ли план Б на этот случай Украины? Слушайте, мы это вообще с важливых заходов в рамках Рады Справ Людины, в том числе присвяченных и Крымской проблематике. Потом в березне начнутся слухания международному суду ООН стосовно нашего позову, который мы подали против России, оскільки она последовательно порушает и конвенцию щодо забороны финансирования терроризма и конвенцию щодо забороны расовой дискриминации. То есть этот период будет очень активным. Спасибо. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отвечал на мои вопросы. Мне же сегодня осталось только поблагодарить всех моих коллег, авторов выпуска за работу, вас за внимание. Это были подробности недели, с Алексеем Лихманом. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok